Доклад Лидии Вячеславовны Кисай Докладского обеспечения инфункционных технологий Министерства здравоохранения Калининградской области Калининград, Российская Федерация В котором Лидия Вячеславовна обозначит проблемы, которые есть в этой области А затем какие-то решения нам предложит профессор Павлов Чирдасович Итак, пожалуйста, Лидия Вячеславовна Оценка методологического качества российских клинических рекомендаций И внедрение инструмента ЭГРИ-2 в Россию Пожалуйста Добрый день, уважаемые коллеги Я очень рада вас видеть здесь всех И рада присутствовать Рада, потому что пригласили Эта работа была проделана в соавторстве И мне предоставили такую честь представить ее сегодня здесь Клинические рекомендации, они сейчас очень актуальны на территории Российской Федерации И буквально, видимо, в скором будущем уже сегодня об этом говорилось Будет принят закон, который регламентирует их с юридической точки зрения И, конечно, у нас возникло то, что желание, а необходимость, скорее всего, подойти С точки зрения и науки, и доказательной медицины И правильности методологической разработки этих рекомендаций И, конечно, найти какой-то унифицированный механизм Правильности составления этих рекомендаций, разработки В связи с чем мы провели такое исследование Вообще, что такое клинические рекомендации, да, в первую очередь Это утверждения, которые разработаны с помощью определенной методологии И призваны помочь практикующим врачам в принятии решений И создаются с целью большой объем информации Изложить в краткой и удобной форме Для применения и решения той или иной проблемы В очень короткий промежуток времени Во всем мире, ну, извините, с 2002 года Методология составления клинических рекомендаций Была определена сегодня организация здравоохранения И была создана международная сеть разработчиков Клинических руководств или рекомендаций Как это можно еще назвать И, конечно же, возникло необходимость создания Унифицированной системы оценки качества клинических рекомендаций Во всем мире признан такой инструмент Инструмент ЭГРИ, оценочный инструмент анализа качества этих рекомендаций И он несет в себе не только разработку, да Но и систематический пересмотр этих рекомендаций Дает какие-то подсказки, как правильно составить И что должно быть в клинических рекомендациях Отражено, чтобы они были удобны для поиска той или иной проблемы Которая стоит перед доктором И, соответственно, должны снизить финансовое бремя в здравоохранении Потому что, конечно, не секрет, что финансирование у нас В части лекарственного обеспечения Имеет очень ограниченные средства Сама система построения инструмента ЭГРИ состоит из шести разделов Из шести доменов, да И в каждом домене есть вопросы Вопросы состоят из 23 вопроса Первый домен — это область применения и цель Это касается общей цели руководства Что оно подразумевает, для чего оно нужно И также рассматривает конкретные вопросы здравоохранения И учитывает целевую популяцию Второй домен — это участие заинтересованных сторон То есть, говорится о том, как оно было разработано То есть, кто заинтересован в этом И насколько были учтены взгляды всех потенциальных пользователей Не только как медицинского сообщества Но и популяции пациентов Третий домен — это тщательность разработки То есть, насколько была собрана вся информация Проведен синтез этих доказательств И метод формулировки всех полученных результатов Следующий домен — это ясность изложения То есть, насколько доступно, просто и структурировано Состоит разработанная сами рекомендация Пятый домен — это применение и внедрение Он касается оценки возможных барьеров И также преимуществ по внедрению Стратегии по улучшению понимания И финансовые последствия, которые несут за собой Клинические рекомендации И последний пункт — редакционная независимость Он касается формулирования И не были ли искажены все изложенные проблемы Влиянием конкурирующих интересов То есть, заинтересованность сторонних организаций И аффилированность разработчиков к этим организациям Подсчет баллов Всегда в конце предусматривается подсчет баллов То есть, насколько действительно рекомендации были правильно составлены И самый большой балл — это 100 баллов Он рассчитывается... Чуть позже я скажу об этом То есть, каждый эксперт, который оценивает эти рекомендации С помощью инструмента должен поставить определенный балл И если эксперт согласен с утверждением Он ставит максимальный балл — это 7 или минимальный — 1 Но от 1 до 7 тоже есть вариабельность То есть, можно поставить от 1 до 7 Самый низкий — это единица И оценка рассчитывается для каждого из 6 доменов Затем она объединяется в один общий балл На примере вот можно рассмотреть Один из доменов — это область применения и цель Складывается путем суммирования И затем высчитывается исходная формула То есть, полученный балл Минус минимальный возможный Делится на максимальный И отнимается минимальный возможный Все это умножается на 100 И мы получаем процент по домену Вот еще один пример Был приведен по клиническим рекомендациям Диагностикой лечения устрого холонгита И в частности, вот смотрите Был дорассмотрен домен сферы применения и цели Для того, чтобы провести исследование Мы решили выбрать Очень актуальную нозологию Это гепатопанкреатобилиарная система Почему именно ее? В общем-то, в принципе, это хирургическое направление Но, тем не менее, хирурги не просто Оперируют и затем отпускают этого пациента В терапию Такого нет Как правило, хирурги прооперировали И дальше же ведут своего пациента То есть назначают какую-то терапию И было интересно посмотреть Насколько описано Не только разработаны сами рекомендации Но и что в них заложено Не только с хирургической части Но и с терапевтической Поэтому были выбраны Такие направления Как острый хронический панкреатит Острый холонгит Острый холецистит И желчнокаменная болезнь Еще перед нами стал такой вопрос Как множество сообществ Которые составляют клинические рекомендации Направленные на решение одной и той же проблемы И они все описываются по-разному То есть предлагаются различные подходы И все-таки какой из них будет лучше Поможет в этом выборе тоже инструмент игры Мы взяли за цель Проанализировать это качество Клинических рекомендаций В части хирургического лечения Процедура была такова Что мы отобрали 4 экспертов Каждому эксперту Были представлены инструменты игры Дано подробное описание Как с этим инструментом работать Следующим этапом был поиск Был проведен, вернее, поиск Чтобы определить, какие клинические рекомендации Подходили нам по критерям включения Поиск составлял по разработке клинических рекомендаций С 2013 по 2018 год Мы использовали контрольный список призму Для создания диаграмм И проводили периодичный поиск С октября по декабрь 2016 года Затем повторили и расширили этот поиск До апреля 2018 года В 2016 году мы использовали Федеральную электронную медицинскую библиотеку Министерства здравоохранения Российской Федерации А также просматривали Веб-сайты профессиональных ассоциаций И в 2018 году Повторили этот поиск данных За 2016 год Добавили следующие источники Это Электронную библиотеку И официальный сборник руководства Клинической практики Министерства здравоохранения В принципе она Дублирует себя В Федеральную медицинскую электронную библиотеку Как потом выяснилось Методы поиска Я составила такую блок-схему Чтобы показать В Федеральной электронной медицинской библиотеке Было 1202 клинических руководства Из них мы нашли Два по острому холециститу Это за 2014 год Российского общества Скорой медицинской помощи И одно за 2015 год Российского общества хирургов По острому панкреатиту Было тоже два руководства За 2014 год Российское общество хирургов И Ассоциации гепатопатриата билярных хирургов Стран СНГ И одно за 2015 год Российское общество скорой помощи По острому холонгиту В Федеральной базе данных Отсутствовали клинические рекомендации А по хроническому панкреатиту Мы нашли одно Тоже в 2014 год Разработчики Это Российское общество хирургов И Ассоциации гепатопатриата билярных хирургов Стран СНГ Также по желчнокаменной болезни Отсутствовали клинические рекомендации В Федеральной электронной медицинской библиотеке За период 2016-2018 года Повторив, когда поезд Мы тоже нашли Также острый панкреатит Клинические рекомендации По лечению За 2015 год Российского общества хирургов В принципе оно у нас и было Мы его и подтвердили Острый панкреатит за 2014 год Разработчик Российского общества хирургов И Ассоциации гепатопатриата билярных И хронический панкреатит за 2016 год На веб-сайтах этих сообществ С периода по 2016-2018 год Мы нашли В Российском обществе хирургов Острый холецистит разработанный В 2015 году Острый панкреатит за 2014 год И хронический тоже за 2014 год И острый холонгит отсутствовал В Российской ассоциации гастроэнтерологов Поиск был с 2016 по 2018 год Желчокаменная болезнь И хронический панкреатит Разработанный в 2013 И измененный в 2014 году В Российском обществе Скоро-медицинской помощи На сайте их ассоциации Клинические рекомендации отсутствовали По результатам поиска Мы отобрали 6 клинических рекомендаций Следующих организаций Это Российское общество хирургов Острого острых холонгит Российское общество хирургов Острых холецистит Российское общество скорой медицинской помощи Острых холецистит Желчокаменная болезнь Российская ассоциация гастроэнтерологов Острый панкреатит Совместно с Российским обществом хирургов И ассоциацией гиппанкреатобилиарных хирургов стран СНГ и Российское общество скорой медицинской помощи. Их хронический панкреатизм был представлен Российским обществом хирургов и Ассоциацией гепатопанкреата билиарных хирургов стран СНГ. Затем все рекомендации были представлены экспертом. С помощью инструмента игры они провели оценку всех клинических рекомендаций. И после схода всех баллов мы получили такие результаты. Самый низкий по качеству разработки составили клинические рекомендации всего 22 балла. Это Российское общество хирургов острых алангит. Но можно отметить в защиту то, что в этот момент они только разрабатывали. То есть это был проект этих клинических рекомендаций, где шло бурное обсуждение на сайте и вносились много изменений. Но пока на данный момент, на последний момент, когда я смотрела, они так и не опубликовались. На следующей ступеньке расположился острый холецистик 32% – это Российское общество хирургов. Третье – 41% – это острый холецистит, уже Российское общество скорой медицинской помощи. Надо отметить, что высокие баллы были по клиническим рекомендациям желчекаменной болезни. Разработчиком являлся Российская гастронидологическая ассоциация. И 70 баллов получил хронический панкреатит. Клинические рекомендации, разработанные Российским общественным хирургом и Ассоциацией гипотепанкреатов для хирургов страны СНГ. И низкий балл был у клинических рекомендаций по острому панкреатиту. Если рассматривать непосредственно каждые клинические рекомендации, каждый домен, то можно отметить, что самые низкие баллы были по доменам ясность изложения. По доменам привлечения заинтересованных сторон, то есть ни в одной клинической рекомендации, не был раскрыт конфликт интересов. Нигде не указывалось. Второй момент – это поиск в клинических рекомендациях, это ясность изложения поиска именно той проблемы, которую ты хочешь быстро найти. То есть невозможно было проследить, найти быстро то, что тебе надо. И второй момент – очень плохо была описана сама методология составления, разработки, то есть как они эти данные собирали, на что они основывались, на что ссылались. То есть с точки зрения доказательной медицины не было описания, в каких источниках, где проводили поиск. И, в принципе, я уже быстро проговорила, что самый высокий балл был по лечению хронического панкреатита. Эксперты ставили низкие оценки по доменам применения внедрения и редакционная независимость. Но эти баллы были получены во всех клинических рекомендациях. Редакционная независимость там как раз было раскрытие конфликта интересов. Самый низкий балл был по сумме по острому холангиту, но опять же потому что это проект клинических рекомендаций. По острому холециститу 41%, тогда как по лечению острого холецистита российским обществом хирургов, они получились в общую сумму 32. И все-таки, несмотря на такие низкие баллы, эксперты внесли более качественные клинические рекомендации из общества скорой медицинской помощи. И отметить, если по клиническим рекомендациям по лечению желчнокаменной болезни очень неплохо было написано и вообще разработано, и быстро можно было найти ту часть, которая тебя интересует. То есть, если надо хирургу что-то, определенную задачу найти, то можно было очень быстро отследить поиск. Они были все выделены и было удобно искать. И мы также параллельно с экспертами провели свою оценку клинических рекомендаций. В принципе, она в целом не отличалась от оценки экспертов, но была все-таки ниже, потому что, видимо, эксперты не совсем понимали суть инструмента игры. И для того, чтобы более подходить конкретно и четко, надо все-таки проводить обучение, правильно, наверное, сказать, всех экспертов, да, для того, чтобы они могли работать более правильно с инструментом. Ну и в обсуждении можно в целом сказать, что качество было низким. Все суммы, сумма баллов составляла от 22 до 70. Обращал на себя внимание домены тщательность разработки, редакционная независимость и применение внедрения. То есть не все четко писали при разработке рекомендаций, все-таки для кого они нужны в первую очередь. Раздел ясности и вложения тоже, ну, она была, в принципе, представлена не совсем плохо, но тем не менее средний балл можно поставить, где-то около 60. И самая высокая сумма баллов была получена по клиническим рекомендациям лечения хронического панкреатита, где, в принципе, можно было даже увидеть и прочитать терапевтическое лечение, то есть фармакотерапию, правда, не совсем четко было описано. Где-то просто звучали фразы о том, что следует применять антибиотикотерапию, но при этом какую, в какой лазировках, какими курсами, не было сказано. И какие выводы можно сделать по результатам этого анализа? Что, несомненно, в целом наши специалисты недостаточно квалифицированы для того, чтобы разрабатывать научно обоснованные руководства и не подготовлены для работы с инструментом игры. И, конечно, нужно его внедрять, широко применять, и мы в исходном варианте получим очень хорошие, качественные рекомендации, которые будут не просто где-то лежать и не применяться совсем, и практикующие врачи относятся к ним крайне негативно, я не знаю, как в других регионах, но у нас в Калининградской области они считают, что их невозможно применить в практике и не понимают, для чего это нужно и с какой целью. И поэтому я думаю, что инструмент игры очень востребован при разработке. Спасибо. 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 Спасибо.